387 Артемов, чуть меньше Софий и один Трифон. Традиционно в конце года ЗАГСы Хабаровского края подводят итоги. Можно узнать, сколько родилось младенцев с начала года и как назвали их родители. Ирина Забродина о самых популярных и самых редких именах уходящего года. В этом году в Хабаровском крае мальчиков родилось больше, чем девочек на 366 человек. Так что неудивительно, что в ЗАГСе индустриального района с утра в основном выдает свидетельство о рождении с мужскими именами. Сегодня у нас встретились такие имена, как Денис, Алексей, Богдан, Арина девочка была. Самая необычная, ну для меня лев необычная. Вот часто встречается, приходит папа, регистрирует лев. Всего в Хабаровском крае родилось 13 362 младенца. Среди них две тройни и 204 двойни. Что же касается имен, лидирующие позиции занимают Артем и Софья. В топе популярных также Александр, Алиса, Максим, Полина, Михаил и Валерия. Но были и такие родители, которые не стали ограничиваться рекомендуемым в ЗАГСах справочником имен. И теперь у нас в крае есть своя Венеция, Ивета, Инета, мальчик по имени Йосин, Людовик, Августина с Августом и даже Амалия Роуз. Кстати, до недавнего времени получить двойное имя при рождении было нельзя. Только в 14 лет. Изменение в законодательство семейное было разрешено называть детей двойными именами через дефис и давать двойные фамилии. Двойные имена разрешили, но кое-что запретили. В 2017 году были внесены поправки в закон. Причина – фантазия у некоторых родителей стала зашкаливать. Появились дети с именами князь, лорд и даже символами клавиатуры звездочка-решетка. Поэтому и был введен запрет на числительные и ранги. Но больше никаких ограничений. Хочешь, чтобы твою дочь звали Джульетой, как шекспировскую героиню? Пожалуйста, знакомьтесь, Джульетта. По профессии бухгалтер. Лет до, наверное, 16-18 я протестовала. Говорила, что я хочу сменить имя. Она мне не нравится. Потом уже то ли привыкла, то ли уже повзрослела, поумнела. Не знаю. Ну, уже как-то отпустила. И сейчас я достаточно, ну, можно сказать, горжусь именем. Джульетту и ее братьев Эдгара и Людвига назвали так, потому что мама с обычным именем Анна любит читать романы. Отец с греческим именем Лепарит сначала был против и записал дочка Калиса. Но через две недели, сраженный доводом, что у всех троих детей должны быть необычные имена, согласился над Джульетту. Да даже на работе, когда знакомишься с своими коллегами. А Ромео? А есть ли у тебя Ромео? Или, а может быть, я твой Ромео? То есть шутки с Ромео, они были всегда и сопутствовали всю мою жизнь. Сейчас Джульетта благодарна маме. Ведь девушку с таким именем точно не забудешь. Иногда думает, а какое имя выберет для своей дочери. Вроде и нравится имя Софья, но, наверное, уже не стоит отступать от семейных традиций.